МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Загадочное убийство юноши в окрестностях южной столицы. Даже установить личность жертвы не представлялось возможным. Ночная жизнь в большом городе. Подтанцевать, где можно там кайфануть, да, скажем так. Убийство на почве ревности или циничный расчет? Он натянул шнур на его шею и потянул. Таинственное исчезновение, любовный треугольник, дерзкий побег из-под стражи, машина-призрак и хитроумная схема преступной наживы. Все о самом резонансном убийстве лета 2009 года. Прямо сейчас в документальном детективе было дело 2000-е. Сторож детского лагеря. Работа хлопотная, вечно на ногах, без сна и отдыха. Постоянные обходы, поиски проказников, которые ищут приключений за пределами территории. Не работа, а сплошной стресс. Вечером 6 июня 2009 года у охранника Романа Архипова к привычным волнениям добавились новые. Футбол. Матч десятилетия. Сборная Казахстана против команды Англии. И игра, увы, не шла. Да твою ж за ногу! 2-0! Счет 2-0! Казахстанцы проигрывают. Расстроенный мужчина в сердцах отшвыривает радиоприемник и замечает в кустах окровавленный нож. А чуть поодаль видит труп юноши. В отличие от детективных романов с лихо закрученным сюжетом, в реальной жизни расследование убийства, как правило, особых загадок не таит. Статистика, да и житейский опыт сыщиков показывает, что убийства в основном совершают спонтанно. С пьяну или же по неосторожности. Но свои, близкие. По счастью, умышленных убийств, совершенных профессионалами, мастерски заметающими следы, в нашей стране немного. Стало быть, искать надо в ближнем кругу убитого. Сыщикам изначально известны имена жертв. Очевидны обстоятельства преступления, и поиск идет довольно быстро. Однако, с телом молодого парня, найденным в июне 2009 года, неподалеку от Алматы, дело обстояло иначе. Преступление очевидно, а зацепок никаких. Даже установить личность жертвы не представлялось возможным. На месте преступления работали лучшие криминалисты Алматы. По состоянию тканей трупа было установлено, что смерть наступила примерно 24 часа назад. Полицейские прочесывали местность в поисках вещей убитого. А то, что юноша погиб насильственной смертью, было очевидно. На теле жертвы, помимо следов удушения, виднелась и ножевая рана. Два колотых ранения в область груди. Из протокола осмотра место происшествия. Труп лежит в горизонтальном положении, лицом вниз. Обе руки скрещены между собой, связаны прозрачной клейкой лентой шириной в 5 см. На левой руке полоса незагорелой кожи шириной в 2 см. На правой стороне височно-теменной области шеи имеется проникающая колото-рваная рана. Иных телесных повреждений не обнаружено. Установление личности много времени занимает. И очень много неопознанных даже трупов есть. По неопознанным трупам, во-первых, это картотека. Во-вторых, вторым этапом идет поиск по базам пропавших без вести. Поэтому очень важно, если у вас кто-то пропал, надо обязательно обращаться в Орден внутренних дел. Это может помочь. Все описывается о карте осмотра. Татуировки, шрамы. Ну, чтобы установить личность без документов, это бред. Сыщикам повезло. На правой руке трупа в районе запястья эксперт в лучах ультрафиолетового фонарика разглядел весьма характерную светящуюся отметку в форме смайлика. Это была хорошая зацепка. Видимо, накануне убийства жертва посещала один из ночных клубов Алматы. Нулевые – время новой культуры досуга. На смену наполовину любительским дискотекам и танцплощадкам пришли бары и ночные клубы. Первоначально на месте все тех же дискотек затем открывались большие клубы. Оглушающая музыка, мерцающий свет, заводные диджей, много алкоголя, жизнь на показ и весьма свободные нравы. Основная публика – бизнесмены, бандиты, молодежь. Ничего, что коктейль стоил половину стипендий, зато ноль забот, минимум ограничений. Здесь можно было тусить всю ночь. Если, конечно, позволяли средства. В тот момент мы понимаем, что у населения безработница была. И такой образ жизни позволить себе мало кто мог. И я больше предполагаю, что тогда в основном вот усилия – это рэкеты. Там, где есть, ну, скажем так, легко добытые деньги, да, они должны где-то расходоваться. А где это расходоваться? Это ночные клубы, это злачные другие места. Там, где можно выпить, где можно там потанцевать, где можно там какие-то еще... Кайфануть, да, скажем так. Устранение наркотических средств – это сводничество с проституцией. Очень часто у нас в 90-е годы были, ну, разборки, драки, даже с перестрелками, с трупами в ночных клубах. Было такое тоже. Порядок пытались поддерживать секьюрити. На входе в фейс-контроль отсекали несовершеннолетних особое внимание. К попыткам пронести спиртное оно в клубах стоило дорого и было важной статьей доходов. Боролись, как могли, и с любителями бесплатно пробраться в престижное место. Как правило, посетителям ставили отметку штампом. Чернила светились в ультрафиолете. Без такой визы внутрь лучше было и не соваться. Охрана действовала решительно и жестко. Сыщики без труда установили, что отметка на руке убитого поставлена в клубе «Дафрик» популярном месте отдыха в Алматы. И поскольку краска на коже сохранялась лишь несколько дней, жертва была в клубе совсем недавно. Догадки следователей подтвердила запись с камер наружного наблюдения. А вскоре и охрана клуба. На видео был тот самый парень из лесополосы. По словам охранника, парень бывал в «Дафрике» раза два в месяц всегда с девушкой. До последнего времени проблем с ним не было. А вот две недели назад вдруг подрался с местным авторитетом по кличке «Фара». Да, «Фара» его подаяла. И там наткнулся, дрался из-за девушек. Вот, вот тот самый момент конфликта, о котором говорил охранник клуба. Судя по всему, ссора и драка вспыхнули из-за девушки, с которой пришел парень. Сыщики установили личность того самого «Фары» быстро и без труда. Некий Максут Хамедуллин, ранее судимый за хулиганство, 20 лет, только что освободился, вернулся в родной район. Возможно ли, что ссора Максута с неизвестным парнем переросла в нечто большее и привела к убийству? Смотрите после рекламы. Исчезновение главного подозреваемого в убийстве. Естественно, при таких обстоятельствах он попадает в поле, но этого мало. Почему в Казахстане пропадают без вести люди? Эти 72 часа являются таким нормой, что человек может вернуться. И кто преследовал юношу перед убийством? Итак, сходилось решительно все. Версия складывалась идеально. Смотрите продолжение документального детектива. Было дело двухтысячные уже через несколько минут. Краткое содержание. Летом 2009 года неподалеку от Алматы находят тело молодого парня без одежды и документов. Эксперты устанавливают, что убит он сутки назад, а также находят на руке трупа следы люминесцентной краски – штамп популярного ночного клуба. Охрана клуба сообщает, что парень периодически наведывался сюда с девушкой и однажды стал объектом нападок некого Фары, недавно вышедшего на свободу местного авторитета. И причиной ссоры была девушка убитого парня. Наиболее вероятная версия убийства – конфликт между молодыми людьми зашел слишком далеко. Версию отработали оперативно. Сыщики встретились с матерью Фары. Выяснилось, Максут ушел из дома два дня назад и пропал, как раз в день убийства. И с тех пор он исчез. Женщине показали записи с камер слежения. Парня, с которым бился Максут, мать не опознала. А вот девушку сходу – это Алия. Она с Максутом в школе гуляла. Женщина рассказала следователям, что Алия не дождалась ее сына из тюрьмы, просто исчезла. Выходит, у Фары были серьезные основания для конфликта и мести. Сыщики колебались. Достаточно ли имеющихся улик для того, чтобы считать Максута Хамедулина основным подозреваемым? Естественно, при таких обстоятельствах он попадает в поле. Но этого мало для того, чтобы ему сказать, что ты причастен или ты вообще убил. Да, он входит в крок подозреваемых лиц. Но надо его дорабатывать и докачивать. Надо другие доказательства собирать. Бывает такое, бывает совпадение. Да, мы вот по версиям расклада, вроде есть все основания подозревать этого человека. Но вот пазлы как будто бы складываются. Там и долг, или там месть, или там еще какое-то. И вот уехал он вот в это же время. Иногда даже был там примерно в то же время. Бывает это, но это все косвенно. Это да, это дает какую-то пищу для следователя, чтобы он дальше копал. А по-большому там вообще каждого можно подозревать. С этого момента следствие параллельно разрабатывало три линии. Первая – окружение Максута. Через него оперативники пытались установить нынешнее местонахождение подозреваемого. Вторая линия – девушка, из-за которой, вероятно, произошла роковая драка. Через нее сыщики напрямую вышли бы на личность жертвы. Наконец, был еще один крайне важный фактор. С момента убийства прошло более 72 часов. Значит, сегодня нужно принести заявление о пропаже этого человека? Нужно предупредить отделение? Ты же знаешь, что это бывает с заявлением. Люди ежедневно исчезают по всему миру, порой при весьма странных обстоятельствах. Счет идет на десятки тысяч человек. И это вне зависимости от уровня благосостояния страны или ее расположения. Криминологи делят исчезновение на несколько категорий. Преднамеренное бегство, суицид, несчастные случаи. Непреднамеренное, связанное с болезнями психики. И, наконец, криминальное, произошедшее при подозрительных обстоятельствах. Последних относительно немного. Большая их часть – истории убийств или преступлений, связанных с торговлей людьми. И все же при внезапной пропаже близкого человека родня подозревают худшее. Тем более, что именно такие резонансные истории, как правило, становятся достоянием СМИ. Вторые сутки в Алматы разыскивают 25-летнего Сафара Шакеева. За информацию о местонахождении сына известного казахстанского композитора Яркеша Шакеева, родственники готовы заплатить 10 миллионов тенге. Последний раз парни видели в субботу утром на улице Аль-Фараби. Там он хотел снять деньги в банкомате, после чего исчез. Обзванивать все больницы друзья Сафара начали уже через несколько часов. Вечером того же дня родные Шакеева написали заявление в полицию. Мобильные поисковые группы стражей порядка прочувствуют весь город. Подключили собак и даже вертолет. Разыскивают без вести пропавшего и волонтеры. Никогда до этого таких случаев с ним не приключалось. Именно поэтому мы понимаем, что он не мог просто так пропасть. И мы обращаемся ко всем, кто нам может помочь. Пожалуйста, приходите, участвуйте в волонтерских поисках. Если у вас есть видеозаписи, если вы видели что-то или знаете, обращайтесь к нам. Спустя 12 дней поиска Сафара найдут мертвым в реке Есентай. Парень стал жертвой несчастного случая. В те же дни Казахстан с тревогой следил за поисками темиртаусского бизнесмена Дашкевича. Эта история закончилась неожиданным хэппи-эндом. Неожиданная развязка в деле о пропавшем темиртаусском бизнесмене. 34-летнего Владимира Дашкевича родственники и друзья искали целых две недели. О его загадочном и бесследном исчезновении писали все местные СМИ. И вот теперь выясняется, что все это время предприниматель скрывался на конспиративной квартире полицейских. Оперативники имитировали похищение, чтобы задержать реального заказчика убийства. Предприниматель Владимир Дашкевич, занимающийся мебельным бизнесом, исчез по дороге на работу. Родные Владимира сразу заявили, во всем винят бывших партнеров. Рассказали, что мужчина получал прямые угрозы. И вот полицейские заявили об окончании дела. По подозрению в организации заказного убийства задержан 38-летний гражданин. В 2009 году без вести пропавшими в Казахстане числились 2595 человек. И далее эта цифра только росла. Помимо полиции пропавших ищут волонтеры и родные. А объявления о розыске людей, к сожалению, стали привычной частью информационных выпусков на телевидении и страниц соцсетей. Ведь до сих пор считается, что критически важны для поиска пропавшего первые 72 часа. Эти 72 часа являются нормой, что человек может вернуться или найти родственники. И из-за этого в основном не принимают заявления первые 72 часа. 72 часа первые, они, мне кажется, больше реагируют для того, чтобы найти этого человека. Это будет больше доказательств, да, и больше ты, как бы, будешь, информации у тебя будет больше. А если, допустим, эти 72 часа исключать, то тогда у следователя немножко затрудняется работа. И, как бы, найти человека немножко сложновато становится. Самим, конечно, можно искать, но обязательно после обращения в полицию. То есть полиции рычагов больше и опыта, наверное, больше. Другой вопрос, как это будут делать, ну, исполнительно тоже зависит. Но самим никто не запрещает, это не закон не запрещает, можно искать самим. Чем больше информации дадут люди о пропавшем, тем легче будет работать сотруднику по розыску. Некоторые думают, что вот это мелочь, можно ее там упустить. Нет, тут мелочей, вот как при осмотре первичного места происшествия, не бывает. Сыщики перебрали десятки заявлений о пропаже людей за интересующий следствие период. Наконец, в руки попалось то самое нужное. Нашел. Вот он. Из заявлений о пропаже Армана Хамраева. Мой сын Хамраев Арман Викторович, 1989 года рождения. Студент высшей школы права Аделет. Пропал 5 июня 2009 года после того, как отвез невесту, Алию Жакыпову, в аэропорт. Последний раз выходил на связь около 15.00 того же дня. Звонок показался мне странным. С Арманом было что-то не так. Но сколько я не звонила, сын не отвечал. На объявления о розыске, которое мы дали по телевидению, никто не откликнулся. Из ценных вещей при себе имел сотовый телефон марки Моторола и часы Сектор с золотым браслетом. Сыщики встретились с мамой пропавшего студента. Шарипа Маликовна без колебаний узнала в жертве преступление своего сына. Личность убитого установлена. И это было большим шагом в расследовании. Настало время разобраться в обстоятельствах исчезновения. Заявление о пропаже мама студента подчеркивала. Последний телефонный разговор с сыном был странным. Что было не так? Женщина пояснила. Сын сказал ей, что все хорошо, едет, мол, на важную встречу с одним парнем, решить вопрос. Мать уверяла. Поняла, что с Арманом что-то не так по голосу. Я мама. Я чувствую. А этого парня вы знаете? Да. Из протокола допроса потерпевшей Хамраевой. В предъявленном фото я узнаю парня, которого видела за три дня до убийства сына. Имени не знаю. Соседи рассказали мне, что парень ошивался во дворе, расспрашивая, где живет мой сын, где ставит машину, пытался узнать коды от домофонов нашего подъезда. Что связывает моего Армана с этим парнем, сказать не могу. Итак, сходилось решительно все. Версия складывалась идеально. Максут, освободившись из тюрьмы, узнает, что его бывшая девушка встречается с молодым мажором. Катается на дорогой машине, тусит в ночных клубах. После первой ссоры Максут действует хладнокровно. Выясняет адрес обидчика, следит. В день убийства Арман отвозил невесту в аэропорт. Она улетела на отдых в Эмираты. Затем около трех часов дня парень сообщил матери, что у него важная встреча. Вероятнее всего, в этот момент пути Армана и Максута пересеклись. То ли хулиган снова выследил его, то ли встреча была по обоюдному согласию. Стрелка. Парни решили разобраться в конфликте. Так или иначе, рандеву закончилось смертью. И грабежом, по словам матери. У Армана были дорогие часы, и ездил он на машине дяди, BMW 7-й модели. Все это пропало. Пропал и Максут. Впрочем, ненадолго. Смотрите после рекламы. Если не ревность, то что стало мотивом убийства Армана Хамраева? Значит, это ты Армана убил? Нет. В смысле нет? А кто тогда? Не скальгал. Опасная роскошь. Как автомобиль может стать причиной убийства? Ну да, это был один из таких перспективных криминальных бизнесов. В деле появляется машина-двойник. Ориентировку дали и пограничникам. Запросили сведения о всех случаях пересечения кордона синими BMW. Смотрите продолжение документального детектива. Было дело двухтысячные уже через несколько минут. Краткое содержание. Оперативники разыскивают убийцу студента Армана Хамраева. Арман перед исчезновением говорил с матерью по телефону и сообщил, что у него важная встреча с одним парнем. Следствие подозревает в убийстве местного авторитета Максута по кличке Фара. Ранее судимый за хулиганство приревновал к Арману свою бывшую девушку, ныне невесту убитого. Соседи жертвы сообщают о том, что Максут следил за студентом и пытался выяснить его место жительства. Подозрения сыщиков усиливаются, когда они узнают, что в день убийства Армана Фара бесследно исчез. Исчезновение Максута, того самого Фара, имело причину почти что анекдотическую. Пока сыщики искали его, он отдыхал на нарах в СИЗО. В день убийства студента хулиган вступил на трассе у аэропорта в перепалку с инспектором дорожной полиции, а после и в потасовку с ним. Максут признал, что следил за Арманом Хамраевым, однако обвинения в убийстве отрицал категорически. Значит, это ты Армана убил? Нет. В смысле нет? А в тебе тогда? В Нестайгуртой. Фара напирал на то, что догнать на своей старенькой копейке мощный БМВ Армана он никак не мог. А после задержания никакой встречи, стычки, а тем более убийства и быть не могло. Сыщики проверили показания, сравнили время задержания хулигана со временем последнего телефонного звонка погибшего студента. Из материалов уголовного дела. При изучении распечатки звонков абонента установлено, что 5 июня 2009 года на телефон Армана было совершено три входящих звонка. Последний – с телефона матери Хамраева в 13.27. При этом протокол задержания гражданина Хамедулина Максута составлен в 12.05. 5 июня 2009 года. Версия мести на почве ревности рассыпалась на глазах. Максут никак не мог убить студента. В это время он уже находился в камере. Сыщикам не давала покоя деталь. Мать убитого говорила, что Арман рассказывал ей по телефону о некой важной встрече. С кем? И не связано ли это с убийством? Ясность в этот вопрос внесли показания дяди убитого Монарбека Тулебаева. Из материалов уголовного дела. В ноябре прошлого года я оформил на своего племянника Армана Хамраева автомобиль BMW 728 для дальнейшей продажи. Объявление о продаже я дал на сайте газеты «Колеса». 5 июня 2009 года около 12 часов мне позвонил мужчина, представившийся Макса. Разговаривал на чистом русском, но по ощущениям азиатской национальности. Макс предложил встретиться и посмотреть машину. Я дал ему номер Армана и попросил вести дела с ним. Я подозреваю, что этот Макс угнал машину, а Армана убил. Угоны, да, это был один из таких перспективных криминальных бизнесов. И там угонщики, они тоже хорошие угонщики. На вес золот с хорошими руками были. Сейчас, наверное, не очень. А тогда, да, тогда прям бич был, я помню. Создавали следственные оперативные группы. Эти угоны на контроль были взяты. В МВД прям работали каждый день. Буржик пришел, говорит, на обед, сел за стол и смотрю, говорит, вот пока поднялся. Смотрю, говорит, моя машина выезжает. Вот до того находила. Дерзкие угоны. Ну, насколько я помню, эту группу разоблачили, потом поймали там. Машину граждан Казахстана за последние 10 лет стало больше почти на 40%. Угоняют транспорт реже, но по-прежнему каждый автовладелец переживает за сохранность своего авто. По данным правоохранителей, ежедневно в стране угоняют в среднем 7 машин. Самые популярные марки у преступников – Toyota, Vaz и Mazda. И из дорогих – BMW и Lexus. В погоне за дорогим авто злоумышленники идут и на тяжкие преступления. Наиболее громко из подобных дел – убийство известного фигуриста Дениса Тена в июле 2018 года. Цена жизни всенародного любимца – пара автомобильных зеркал. Все произошло на этом перекрестке в центре Алматы около трех часов дня. Денис Тен припарковал машину и заметил, что с нее пытаются снять зеркала двое неизвестных. Тогда знаменитый спортсмен попытался объяснить злоумышленникам, что это авто его. Завязалась потасовка, во время которой Денис и получил смертельное ранение. Пока он истекал кровью, преступники успели скрыться. Скорую вызвали прохожие. Через 10 минут была бригада на месте. Там уже выяснилось, кто это. Через 11 минут пациент был доставлен в стационар к экстренной. По пути было извещено. Чехилоги ждали. Уже в условиях машинской помощи были начаты реанимационные мероприятия. Сколько шоковое состояние, геморрогический сух, потеря крови. Сначала преступников вменяли умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и разбой. А уже после известия о смерти спортсмена статью переквалифицировали на убийство. Угнать дорогую машину значит сорвать большой куш. И часто угон превращается в убийство, если владелец автомобиля встал на пути преступников. Основную версию сформулировали так. Арман пал от рук бандитов, охотившихся на престижную иномарку. Было убийство случайным, если парень оказал сопротивление при угоне, или преднамеренным, это знал только убийца. И БМВ. Главная нить, ведущая к нему. Синяя семерка. Машина приметная. На такую на улице оборачиваются все. Так что все силы бросили на ее поиск. Отрабатывали станции техобслуживания. Если угнали на запчасти, шерстили стоянки и паркинги. Ноль результатов. Ориентировку дали и пограничникам. Запросили сведения о всех случаях пересечения кордона синими БМВ. Вскоре оказалось, что искать надо не одну, а две такие машины. Неожиданный поворот в деле произошел после показаний невесты, убитого Арманом. Сыщики и раньше пытались дозвониться до девушки. Ее телефон был в списке номеров, с которых звонили студенту в день убийства. Однако свидетельница была за границей и на звонки не отвечала. Роуминг слишком дорогой. Узнала, алия о трагедии только по возвращению домой. В полицию пришла сама. Рейсы держали, и тогда я ему позвонила. Из показаний Жакыповой. Арман рассказал мне, что приехал на встречу с покупателями. Звонили по объявлению на сайте. Сказал, что странно, что в ста метрах от места встречи стоит такая же машина, как у него. Синий БМВ «Семерка». Арман волновался, что покупатель не купил ту. Дорогую нам же для свадьбы деньги были нужны. Собирался даже цену скинуть. Насчет личности покупателя ничего сказать не могу. Арман не говорил. Машина «Двойник» БМВ «Семерка» крайне заинтересовала сыщиков. Если ее также продавали, и покупатель был тем же, хозяин «Двойника» мог дать показания, которые вывели бы на след таинственного мужчины, назначившего встречу Арману. Оперативники анализировали сайты и газеты с объявлениями о продаже авто. Синих «Семерок» на продаже практически не было, и никто из хозяев на встречу с возможным покупателем в день убийства не выезжал. Неожиданная информация пришла от пограничников. Похожий бумер пересек границу с Кыргызстаном три дня назад. Из материалов уголовного дела. На ваше письмо о проверке учета пересечения государственной границы сообщаем, что БМВ 728 с номером А390ФЙО проследовала через пункт пропуска Кордай 5 июня в 21.45. В пересечении границы, разумеется, нет ничего криминального. Тем более, что процедуры соблюдены. Да и машина неубитого студента, номера другие. Однако в данных, предоставленных пограничниками, сыщиков заинтересовали кое-какие обстоятельства. Странное дело получается. Это владелец машины Марат Шарип. Вернее, совладелец. Машина оформлена на его жену. Пассажир машины Виктор Годунов. Оба, один за рулем, другой в качестве пассажира, пересекли границу с Кыргызстаном ночью в день убийства. Назад вернулись спустя два дня через этот же пропускной пункт. Однако на этот раз оба пешком. А что же случилось с их машиной? Следствию предстояло выяснить этот вопрос с хозяйкой машины. Жена Марата Шарипа вела себя крайне агрессивно. Знать, дескать, ничего не знает и ведать не ведает. Свой бумер продала, вместо него купила новую Мазду. Документы покажите, пожалуйста. Документы на купли-продажу имелись и были в полном порядке. Кроме одного момента – дата продажи BMW. Машина обрела нового владельца уже после возвращения Марата Шарипа из Кыргызстана. Как же так? Как это возможно? Так или иначе, в какой-то момент у Марата было две одинаковые BMW. Одна осталась в Кыргызстане, вторую он продал по возвращению домой. Так чью именно он продал? Свою или... Неужели это машина убитого студента? Из материалов уголовного дела. 11 июня 2009 года произведена выемка автомобиля BMW 728 синего цвета, государственный номер А390ФЙО у гражданина Клещева Вячеслава Анатольевича. В ходе сверки установлены номера кузова и двигателя соответствуют указанным в документах на машину. Гражданин Клещев показал, что автомобиль приобретен им у гражданина Шарипа Марата по генеральной доверенности. Сомнений не было. Марат Шарип продал свою личную машину, которая в этот момент должна была находиться в Кыргызстане. Назад ведь он вернулся пешком. Объяснение находилось лишь одно. Марат выехал за границу на другой машине, но со своими госномерами. Помнишь девушка, которая была в Кыргызстане? Марина. Оперативник вспомнил, что Арман рассказывал девушке о точно такой же машине, как у него на том самом месте, где должна была состояться встреча с покупателем. Что если границу пересекла в итоге машина погибшего Армана, а убийцы вернулись пешком и затем дома продали свой БМВ. Я тогда пойду к шефу, доложусь и добьюсь санкции на обыск в доме у Марата. Во время обыска Марат Шарип держался нервно, однако вину продолжал отрицать. Даже обещал жаловаться в прокуратуру на произвол. Это длилось до находки решающего вещдока. Какой марки были часы убитого? Сектор. Золотой корпус и браслет. Это были те самые часы с руки убитого. Под давлением таких улик Марат сменил тактику и пошел на сотрудничество со следствием. Из материалов уголовного дела 5 июня 2009 года у меня возникла мысль, смогу ли я приступить закон и завладеть машиной. Для этого я вступил в сговор с Виктором Годуновым, моим водителем, с которым вместе работаем в моей фирме. Я позвонил по объявлению в газете «Колеса», представился Максимом, договорился о встрече с продавцом. Это был парень по имени Арман. В ходе разговора Годунов набросил на его шею веревку и задушил. Тело мы вывезли в окрестности детского лагеря Салем, где Годунов нанес Арману два удара ножом в горло, чтобы убедиться, что он мертвый. Машину мы перегнали в Кыргызстан, где продали неизвестного мужчине. Я действовал, будучи напуганным поступками и угрозами Годунова. Марат Шарип начал игру, характерную для групповых преступлений. Кто на кого свалит вину, кто пойдет инициатором. И сейчас все зависело от показаний подельника Шарипа, его личного водителя, Виктора Годунова. Он был взят под стражу 13 июня, дал признательные показания. Наступал момент очной ставки. И тут случилось совершенно невероятное. Просто немыслимое. Годунов и еще четверо сокамерников бежали из самой современной, из самой охраняемой тюрьмы Казахстана. Ла, 155, дробь 18. Смотрите после рекламы. На зависть графу Монте-Кристо. Как удрать из самой охраняемой тюрьмы страны. Там, как бы, получается камера, распил решетки. Мучительные поиски подозреваемого. В каких моральных его качествах можно говорить? Это человек, который хочет нажиться за счет кого-то. Как и из-за чего погиб молодой парень. Потом попросил меня отойти еще подальше. Просто, чтобы кровью не забрызли. Развязка документального детектива было дело 2000-е уже через несколько минут. Краткое содержание. Расследование убийства студента юриста Армана Хамраева вышло на финишную прямую. Задержан и дает признательные показания Марат Шарип, организатор преступления. В СИЗО находится его подельник Виктор Годунов. Следствию предстоит выяснить роль каждого из них в убийстве и определить степень вины. Перед решающей очной ставкой происходит нечто немыслимое. Годунов и четыре закамерника бегут из самой современной и наиболее охраняемой тюрьмы Казахстана. ЛА-155-18. Полиция немедленно развернула масштабный поиск опасных беглецов. Параллельно с этим проверяли персонал учреждения. Как стал возможным такой дерзкий побег? В ходе проведения служебного расстройства факта и отступления неслужебной связи со спецконтикентом сотрудников наше учреждение не установлено. Нет такого, чтобы подпределить на сбору, чтобы сотрудник кого-то подкупили. Такого не выявлено. Как оказалось, напильник в подошве обуви передала в камеру мать одного из арестантов. Но почему такой примитивный тайник не обнаружили ни сотрудники, ни аппаратура, имеющаяся в учреждении? Как это назвать? Одним словом, ну, наверное, выбрал бы слово бардака. Значит, что-то не сработало. Это действительно тюрьма, построенная по современным меркам. Ну, как еще? В тот момент именно совершения следственными арестованными побега была нехватка кадров. Десять сотрудников – это именно вакансия контролерского состава. То есть, фактически, получается, один контролер жил на два поста. Наружный пост, где был совершен побег, там на этих постах было три вышки, допустим. Идет три вышки по каждому, посередине еще одна вышка. И из-за отсутствия, как говорится, вакансия, то есть нехватки кадров, именно эта вышка, значит, не была обеспечена сотрудниками. Потянулись долгие недели ожидания. Один за другим беглецы из СИЗО попадали в руки полиции. Однако Годунов словно сквозь землю провалился. Наконец, следственная группа дождалась хороших известий. Из Ираенбекского района звонили. Нашелся на шаре. Показания, которые дал Годунов совсем по-иному, описывали роль Марата Шарипа в убийстве студента. Из показаний Годунова план разработал Марат, мой начальник, хозяин фирмы, где я работаю. Когда я согласился участвовать, мы вместе купили скотч, кабельные стяжки, веревку, чтобы связывать и нож. Я не собирался убивать никого. Марат обманул меня, сказал, что мы только напугаем и свяжем владельца машины, бросим его где-то, а сами уедем. Он виноват в том, что все пошло именно так. Годунов говорил много и охотно, словно пытаясь снять себя груз садейного. Вскоре и Марат Шарип начал давать правдивые показания. Сыщики минута за минутой восстанавливали страшные события гибели Армана Хамраева. Генеральная идея преступления была простой до примитивности. Две машины, близнецы, BMW 728 синего цвета. Именно такая была у Марата. Одну краденую подельники перегоняют через границу на номерах и по документам Марата Шарипа. Там продают с рук и делят деньги. Назад пешком. Кто там заметит и обратит внимание на границе? Легкий заработок, если мы не одно но. Никто свое добро отдавать не захочет. И с хозяином машины придется что-то сделать. Поэтому бандиты пошли навстречу с Арманом, имея с собой нож, веревки, скотч и электрошокер. 5 июня 2009 года Марат Шарип под видом покупателя выманил Армана навстречу. Марат подозрений не вызывал. Респектабельный, спокойно представился Максом, бизнесменом. Предложил прокатиться, поторговался. По легенде, деньги должен был принести друг. Его роль сыграл Годунов. Правда, вместо денег в его сумке были орудия убийства. Сигналом к действию послужила блокировка дверей. Что делал в это время Талгат? Он накинул вот этот шнур на его шею. Ага. И потянул, и он порвался. Потом? То есть был айдар, он как бы начал, как бы, как сказать, сопротивляться. Я тогда достал электрошок и просто рядом, как бы, показал, что он искрит. Перед лицом? Нет, не перед, ну как получается, да. Я ему сказал, что все тихо, если, как бы, он будешь тихо вести, все будет нормально. В какой-то момент все чуть не сорвалось. В кармане Армана зазвонил телефон. Пусть отвечает. Только без глупости, парень. Отвечешь, все хорошо, скоро приеду. Хорошо? Че? Да, мам, все хорошо, не переживайте. Вот на важную встречу еду. Вопрос решить с одним пацаном. Другой, допустим, человек бы крикнул, там, мама, тут меня посетили. То есть он до конца, как бы, вот, мам, не переживай, все нормально, я вернусь. Мерзавцы приступили к следующей фазе плана. Дома у Годунова оставили машину Марата Шарипа, сняв с нее номера и установив их на бумер студента. Кружили по округе в поисках подходящего для убийства места. Нашлось такое неподалеку от детского лагеря Салем. При этом Марат не лишал парня надежды остаться в живых. Ты не бойся, мы тебя не убьем. Мы просто сейчас своим людям тебя отдадим. И они тебя просто поддержат некоторое время, чтобы мы могли уехать на машине, чтобы ты не успел. А потом мы позвоним, как бы, и тебя отпустят. Все было ложью. Арман не должен был остаться в живых. Так подельники решили с самого начала. Парня душили веревкой вдвоем целых 10 минут. Тело убитого спрятали в кустах, предварительно сняв ценные вещи. Одежду и документы забрали с собой. Улики планировали сжечь. Но Марат все волновался. Вдруг парень выживет. Тогда, взяв нож, негодяй вернулся к телу студента. Потом попросил меня отойти еще подальше. Просто, чтобы кровью не забрызнуть. И после этого он сделал удар один. Куда? В область шеи. Из показаний Шарипа. Границу переехали без проблем. Часы, как ценный предмет, я себе забрал. Машину продали моему брату, который служит в полиции Бишкека. За 4000 долларов. Сказали, что машину отобрали у одного должника в счет уплаты. Полученные деньги я проиграл в электронном казино за два дня. О каких моральных его качествах можно говорить? Это человек, который хочет нажиться за счет кого-то. Все. А он не думает, ему нужно как... Совершил преступление, кайфанул, грубо говоря, да, пропил эти деньги и в тюрьму обратно. Это, ну, социальный объект, социальный человек, это отдельная категория лиц, которые не поддаются какому-то психоанализу обычного человека или обывателя. Там другая психология. На суде бандиты просили снисхождение. Говорили о раскаянии. О том, что поняли весь ужас содеянного. В общем, повторяли то, что говорят почти все безжалостные убийцы. Но приговор был максимально строг. Марату Шарипа по совокупности преступлений дали 19 лет строгого режима с конфискацией имущества. Годунову Виктору 17 лет, также с конфискацией. Почему судьи и присяжных не тронули слова раскаяния убийц? Возможно, из-за вот этого вещдока. Найденного при обыске у Шарипа газета с обведенным объявлением о покупке машины. На этот раз Мазда. Той же модели и цвета, что у Шарипа. Раз попробовав человеческой крови, зверь не останавливается. Идет по кровавому пути, превращаясь в машину смерти. Без тормозов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует...